Ку-ку-ку, ку-ку-ку. Ставьте лайки, пишите комментарии. Друзья, я хочу напомнить, чтобы сделать ваше праздничное мероприятие просто незабываемым. И очень удивить ваших гостей. Неважно, будь то день рождения, корпоратив, либо Новый год, вы можете нанять меня. Стрелка пошли. Вы представляете, вот так вот в шпагате я вылажу с торта. С огромного торта. Да, я проголодался. Да, я ебал этот торт уже изнутри чуть-чуть. Но какая разница. Эффектно же, эффектно. На любое мероприятие, на любое. Даже может на похороны. Ладно, перебор. Слушайте, ну вот это уже вообще не смешно. Я же проснулся утром в 11 часов. Проснулся нормально, представляете. Я сделал себе кофеек, сигаретка и сходил в туалет. Я даже покушал чуть-чуть. Я прилег, сука, на 5 минут. Думаю, сейчас просто полежу. Я просыпаюсь, рекорд нахуй. Половина седьмого вечера. Половина седьмого. Я вообще без понятия, какой, сука, сейчас год от Рождества Христова. Где я нахуй? Ночь на дворе. Посмотрите, блядь. Слушайте, это какой-то пиздец. Нам пришел приказ на протяжении недели не покидать территорию Гардена. То есть я могу гулять только вот здесь во дворе. Что, в принципе, все и делают. Катаются на велосипедах, играют в баскетбол. А мне что делать? А что следующим, блядь, будет приказом? Не покидать территорию туалета? Сиди только сри на протяжении недели. Сука, маразм крепчает, да? А по факту ведь так и есть, понимаете? Уже весь мир, блядь, забыл об этом ковидле ебаном. И только в Китае все жестче и жестче, блядь. Нахуй ты сел так. Что, блокной какой-то, блядь? Меня, меня, кстати, выложила инфосанка. А? Меня инфосанка выложила. Нихуя, они не поняли, что-то говорит три дня. Что три дня? Осталось мне три дня или что, блядь? Блядь, старый город, это вообще зачарованное место. Здесь какая-то своя атмосфера, своя магия. Но вы поняли, да? Все древние постройки сохранились в своем первозданном виде. Гулять здесь просто одно удовольствие. Вы спросите, кстати, а какого хуя ты гуляешь, полудурок? А где дети? А их отменили, нахуй. Отменили. Я пришел, сука, за пять минут до начала урока. А мы что, разве не сказали тебе? Нет, блядь, не сказали нам. Только можешь тебе ссувать поаккуратнее в рот мне? Мне инфосанка выложила меня. Чего ты сходишь, знаете, вон? Сяся. Только он, бич, только он. Может ссувать в рот мне ватный тампон. Я ватный кураса. Правда красиво? Слушайте, знаете, поймал себя на мысли, что это мне все настолько близко. Настолько это все какое-то мое. Может у меня, блядь, прадед был китайцем? Может китайские корни возьмут верх? Кстати, айфон хуйня. Камера хуйня. Покупать Xiaomi. Мать, отец, меня инстасанка запостила. Все рады до обезьянения. Нихуя какая дура. Помните, я у вас спрашивал, какой самый большой внедорожник? Секвоя или Тундра? Но мне кажется, вот этот побольше. Сука, просто однокомнатная квартира на колесах. Так еще и пикапом, прикиньте. Блядь, у меня мама была бы в восторге от такой тачки. Загрузили бы туда мешок картошки, морковки, какой-то каши собакам нахуй на рынок бы поехали. Ага. Прикиньте, только что четыре раза подряд чихнул. Причем так смачно аж подряд. Признавайтесь, у кого какой рекорд по чиханиям? Ебашьте. Так, что надо сходить постричься? Блядь, как же я потрясающе выгляжу. Знаете, на что похоже? Со сливной трубы, когда достаешь комок волос и ляп, блядь, на голову. Вот у меня такая же хуйня. Ля зарос, как ебаный леший. Я пошел стричься, короче, в гараже. Ему поебать. Да и вам, наверное, тоже. Спрашивайте, я опять в рот взял. Это нормальная тема. Ежедневно нахуй беру в рот. Как уже заебало это ковидло, просто не могу. У нас во дворе, походу, еще нашли несколько случаев. И ходят, сука, в скафандрах. Как будто это не ковидло, блядь, а сибирская язва. Прям скафандры огромные, сука, как космонавты. Сся, сся. Слушайте, я стерпел бы любую хуйню, любые карантинные ограничения, но не вот это. Я не могу зайти в пельменную, блядь. Все перекрыто, прикиньте, стол стоит, перекрыто. Я не могу зайти. А как же мы будем с тобой ебаться, брат? Как, блин. Наконец-то пришел в парикмахерскую, блядь, только что увидел такого конченого, пиздец. Полный салон людей, парикмахерский салон. Все, в принципе, чистенько, гигиенично. Села быдло ебаная, разложила пельмени свои, прикиньте, прямо на столе. Он заливает все соусом, блядь, салат. Сейчас будет жрать прямо в парикмахерской. Ебать бык, блядь, какой. Ох и мразь, блядь. Мне аж противно, аж противно от него. Разрывная от деда. Сидят мужики в баре, бухают. Один говорит, блядь, сейчас приду домой и просто разорву трусики жены. Второй говорит, у вас что, до сих пор такие страстные отношения? Говорит, нет, натерли очень. Знаете, как будет по-китайски спокойной ночи? Уа-а. И я не рофлю, серьезно. Уа-а, блядь. Уа-а, блядь. Как, сука, как горловой глубокий. Уа-а-а. Уа-а. Ебатай кудасай. Доброе утро. Спрятать чувства легко. А вот спрятать утренний стояк гораздо сложнее. Джейсон Стетхэм. Блядь, я сюда уже прихожу как к себе домой. Все, мне уже здесь. Здорово, Саня. Здорово, братва. Кофеек мне сделали. Хотите, я вам покажу презентацию, как примерно выглядело мое штифтование, блядь, прям в кость. Сейчас покажу, охуительно красочное зрелище. Смотрите, вот эта хуйня, это своего рода 3D принтеры зубов. Я не знаю, как научно это называется, но теоретически вы поняли, да? Теперь смотрите более наглядно. Вот эту хуйню мне вгоняют в кость, прям в десну, да? Дальше. Сверху вкручивают вот эту вот, ебань. Вот так вот вкрутили. И все. И вот на эту ебань мне уже делают зубик полноценный. Поняли? Мать, не перебивай, пожалуйста. Я презентацию делаю. Машет стоит. Мне надевают зубик вот на эту ебань. В общем, вы все поняли, да? И последний, самый ебаный и долгий этап, это этап приживания вот этих штифтов, ну типа в кости. Как организм отреагирует? Три месяца мы должны ждать и смотреть, как он. Организм может сказать, не-не-не, уходите нахуй, вам здесь не рады штифты. А может типа принять и все будет нормально. Вот. За это время делаются вот эти зубы. А 3D принтером, блядь, делаются под меня прям в Италии, причем, прикиньте. В Китае не могут, блядь, сделать. В Италии. Нахуй, а что, итальянцы лучшие зубники или что? Ладно, там макароны они делают пиздатые. Но при чем тут зубы? Ебаный рот. Вот что значит зайти в Allinware. Смотрите, какая штучка. Ну типа вроде банальная хуйня, да? Но прикольная. Эквалайзер типа под музыку. И что, я зашел к своему кенту? Я же у них покупал комп. Он мне говорит, на, тебе в подарок просто. Просто зашел в гости, блядь, на, тебе, говорит, в подарок вот такой эквалайзер. Блядь, ну как приятно. Просто до пизденения, правда? Идеально, блядь. Распаковка нахуй. Короче, супчик. Рисовый суп с водорослями, яйцом и лососем. Дальше. Шесть видов сушек. Ну какая-то, блядь, в сыре лосось с чем-то что-то. Ммм, ебаный рот. И вообще здесь так атмосферненько. Что-то какие-то плакаты, какие-то анимешники, блядь. Так, пришла посылка. В описании написано, что это какие-то палочки, от которых тащатся коты. А ну иди сюда. Ты, блядь, серьезно? Ты серьезно, ебанат? Что с тобой происходит? Ебаный рот, что с тобой? Жижи. Ля, блядь. Ага. Так, ну не спиздели. Коты тащатся от этих палочек. Ебать, что творит? Ля, на удушающий. На удушающий погнал. Араш, шо это за хуйня? Шо за палка тебя так штырит, блядь? Та мама... Ай, блядь. Ох и конченый, блядь. Ох и конченый, блядь. Так, ну если в двух словах, наркоман ебучий. Тебе нравится эта палочка? Нравится? Не выпускают, прикиньте, за пределы двора. Если первые пару дней было так на ебиси, я в принципе проезжал мимо. Они там что-то кричали, а я hello и проехал на морозе. То сейчас все, прям усилили охрану, стоят. Блядь, а что делать во дворе, нахуй? Что делать во дворе? Это же вообще пиздец. Даже не знают, на сколько, блядь, нас закрыли. Охуительно, да? Блядь, люди стоят, доставку ждут. Что через... Вы прикиньте, нахуй, все пизда, не выйдешь. Ну, хоть, блядь, хавку можно заказать, это радует. Отец, будешь хавку со мной? Будешь со мной хавать? Здесь крылышки. Тоже будешь? Сейчас всей движухой поставим. У нас на территории гардена два маленьких продуктовых магазина. И смотрите, ажиотаж просто ебейший. Люди снесли, нахуй, полки с овощами, фруктами, крупы, рис. Тоже все ушло, прикиньте, люди готовятся. И хуй знает, на сколько. Хоть бы не 90 дней, как в Ухане. Я еще раз не переживу подобной хуйни. Так, тоже надо затариться чем-то. Что, что, что? Чипсы. Да, вот, вот это главное, блядь. Пацаны, вы закладку ищите? Обычно не оставляют под фонарными столбами. Посмотрите, где-то в темных местах, в кустах там. Ладно. Блядь, 6.30 утра. Я только так сладенько засыпаю, проваливаюсь. Стук в дверь, прям бэх. Я открываю, дед стоит. Я говорю, что ты? Он говорит, спускайся в рот, брать. Хорошо, что не добавил у меня. Прикиньте, дед, спускайся в рот, брать, у меня. Я бы тогда сказал, дед, а нахуй я спускаться? Заходи, блядь. Ля, тут прикиньте, отдельная очередь деткам делают тесты. Это именно для деток. А там большая очередь для взрослых. Здравствуйте, вы крайние в рот, брать, да? Вы крайние в рот, брать. Я не знаю. Да, но. Слышите, почему подмышка? Ну, в смысле, подмышка, нахуй. Ох, пизда. Передал мне отец пиццу через забор. Что-то у меня чуйка, что эта хуйня надолго, ребята. Ох, надолго, блядь. Пока все закрыты на карантине, знаете, решил немного бизнесом заняться. Вот закупился. Надувные бабы. Ну, для одиноких мужиков закрытых, поняли? Резиновые дилдаки. Для женщин одиноких. Пока хуёво бизнес идёт. Пока никто ничего не купил. Но я не теряю надежды. Не теряю. Что, по классике. 6.30 ломится ко мне дед. Я открываю, он говорит, спустись, возьми в рот. Спускаюсь, беру. Поднимаюсь, пока чайок попил. Сладенько засыпаю в 7. Восемь утра. Ломится кто-то. Открываю. Дед стоит ещё один. Спустись, возьми в рот. Я говорю, ты шо, ебанат? Вы можете как-то договориться, деды? Вы шо, блядь, исполняете нахуй? Сколько раз мне брать в рот? Сейчас, сука, я усну. Сейчас третий дед возьми в рот. Сколько желающих дать в рот? Ебаный. Сука, ну раз я уже проснулся, я буду непредсказуем. Я сейчас найду любого рандомного деда и предложу в него взять в рот. А хули, я сработаю на опережение. Не. У-у. Прихиньте. Я опять уснул. Это что за хуйня, блядь? Блядь. А вот теперь я напрягся. Нас всё так же не выпускаются два раз, комьюнити. Всё ограждено, оцеплено охраной и полицией. Но. Теперь ещё и нельзя заказывать хавку. Прикиньте. Ни один ресторан, ни одна служба доставки не доставляет сюда. Всё горит серым цветом. Это значит невозможно доставить. В смысле нахуй? А что мне жрать теперь? Вот я сейчас проснулся, голодненький. Пойду шо, ловить голубей нахуй. Крыс шо ищ. Оно вроде хихоньки-хахоньки, блядь, да? А нихуя не смешно отвечают. А что жрать, блядь, реально? Слушайте, какая жизнь интересная штука. Где-то год назад я хотел купить всё, но не мог, потому что не было финансовой возможности. А сейчас есть финансовая возможность купить всё. Но нет физической возможности, блядь, понимаете? До сих пор всё закрыто, прикиньте. Как, сука? Вообще все магазины, даже на территории закрыты. Есть какие-то продуктовые наборы, которые дают утром. Но там что-то сельдерей, какие-то стручковая фасоль, какая-то хуета. Но я ж не буду её есть, блядь. Я не с такой семьей, я с богатой, блядь. А что вы спросите, ебланты, вышел на улицу? А я арканы ловушки расставил на крыс голубей. Шашлиндос сейчас будет, блядь. Я смотрю, гаражик уже начал без меня. Ладно, поехали. Распаковка всей той хуйни, которую мне удалось купить в магазине. Итак, лот номер один. Пять сникерсов, ебать. Просто пушка. Печенька Дониса. Охуенная печенька. Я его очень-очень прям люблю. Дальше кексики с кокосом. Кексик с кокосом. Кексик с орешками и фундуком. Дальше какие-то вафли, блядь. Ах ты мой хуесос. Как же я тебя люблю, как же люблю. Блядь, дальше еще какое-то мясо, блядь. Вообще хуй пойми. Дуа Роу, блядь. Пинанс. Обожаю пинанс. Ставьте плюс, кто тоже любит пинанс. Дальше. Чипсы. Техас грилл, барбекю, флауэр, блядь. Дальше. Утиная шея. Ебаная шея. Че ты лезешь? Это утиная шея. И что? Бутылочка кваса. Ва-ха-ха. Квас. Ебан. Прикиньте. Вот это название нахуй. Ва-ха-ха. Квас. Ва-ха. Будешь квас, блядь. Ребятки, поставьте, пожалуйста, плюс все те, кто считает, что нам нужно запретить подобные праздники типа Хэллоуина. Вот эта навязанная западом культура, это не наше. Это нам чуждо, ребят. Этим загнивающим, блядь, западом. Пфу, блядь. Я плююсь нахуй. Хэллоуин. Вы видели, детки испугались, бедненькие. Ой, до чего-то. То ли наши праздники, да? День шлакоблока. День холодца. День деоланас, блядь. Ай, ебаный рот, сука, полудурки ебучие. Если вам это понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»